Вспыхнули словно спички, делятся впечатлениями очевидцы. Огонь мгновенно охватил частные постройки. Охватил в объятиях сначала один дом, потом перекинулся на соседний. Все произошло так быстро, говорят свидетели ЧП, что не было даже малейшего шанса на спасение имущества. Алексей рассказывает, проходил мимо, увидел дым. Решил сразу же обесточить дома. Я увидел дым из-под крыши. Прибежал сюда, выключил автоматы на столбе. Ну и побежал к жене, чтобы вызывала пожарную машину. Ну и соседей давай звать. До приезда пожарных жители пытались справиться с огнем самостоятельно, но тщетно. Дома прогорели полностью. Обвалилась крыша, уничтожены и придомовые постройки. На борьбу с огнем бросили 10 бригад пожарных, а это больше 40 человек. Но даже такая армия бойцов потушить пожар смогла не сразу. На ее ликвидацию ушло не меньше 40 минут. Осложнялась удаленность водоисточников, а также порывистым ветром. Был организован подвоз воздух. На тушение пожара было подано 5 стволов, проложена одна магистральная линия. В связи с установившейся жаркой и ветреной погодой, рекомендуется воздержаться от разведения огня и проведения огневых работ. Так как в случае возникновения пожара огонь быстро распространяется на большую площадь. Без крыши над головой, документов и каких-либо вещей остались две семьи, в том числе двое детей. Один из них младенец. Погорельцы временно разместились у родственников. Возможно, им понадобится маневренное жилье. Администрация научного городка обещает озадачиться этим вопросом. Местный центр социального обслуживания населения уже начал сбор вещей первой необходимости. Также любой желающий может помочь лишившимся крова финансово. Перечисляйте деньги по номерам телефонов, которые на ваших экранах. Никита Ермаков. День с толком.